И мы снова возвращаемся к ситуации в Чуваш-Автотрансе. Напомню, сотрудники Чуваксарского филиала не получают зарплату последние 4 месяца. После приостановки работы 8 февраля Минтранс Республики пообещал начать погашать задолженность по зарплате с 20 февраля. Какова ситуация сегодня в нашем сюжете? Еще вчера вечером было подписано соглашение между Чуваш-Автотрансом и Минтрансом. Казалось бы, проблема решена. Как нам сообщили в Минфине, на данный момент с документами работают специалисты ведомства. Речь идет о субсидиях. Их планируют направить на выплату заработной платы. А вот какую информацию нам сообщили на самом предприятии. На сегодняшний день весь подвижной состав, согласно расписанию, работает на линии. Первый транш, порядка 11,5 миллионов рублей, должен поступить со дня на день. Мы надеемся, что сегодня, завтра он должен поступить в любом случае на счет предприятия, чтобы выплатить зарплату в преддверии праздников. Еще пока так. Соглашение было подписано между Минтрансом и нами на сумму 32 миллиона рублей. Вся сумма, которая будет получена, будет направлена на погашение задолженности по заработной платы. Хотелось бы отметить, эта субсидия практически полностью покрывает долг только в Чебоксарском филиале. Связаться с исполняющим обязанностями министра транспорта нам так и не удалось. Сотрудники ведомства в течение дня ссылались на занятость руководителя. Пока материал готовился к эфиру, поступила официальная информация из Министерства транспорта. Республиканский Минфин одобрил необходимые документы для выделения субсидий. Первый транш в размере 11,5 миллионов рублей на погашение задолженности по зарплате уже 22 февраля должен поступить на счета Чувашавтотранса. Продолжение следует...